Начинаем нашу пресс-конференцию Доброволец за решеткой ошибка или система И сегодня наши спикеры Виктор Мельник, доброволец батальона Айдару и Юрий Лекота Общественный активист Передаю им слово, они подробнее расскажут о сложившейся ситуации Виктор, доброе утро, пожалуйста, вам слово Доброе утро Да, 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 пожалуйста С 2014 года, зимой еще Когда был Майдан К сожалению, в Киев у меня не получилось поехать Я был прямым участником в Венеции В Венецкой Ада Был там в девятой сотне В девятой роте, точнее Потом, когда после того, как у нас, мягко говоря, отжали Крым Пошел добровольцем в батальон Айдар Вместе со своими друзьями, которые некоторые там и остались К сожалению После чего, после долгосрочных боев и разных операций Расскажи несколько Металист, Счастье, Георьевка, Луганский аэропорт Получил две контузии После... Лечился в Черкассах Потому что с черкасским взводом воевал А после мы осенью 2014-го в октябре Примерно 19 октября Вернулись в город Счастье Где уже была самая непосредственная и грубая передовая То есть стояли за то, чтобы не прошли они дальше И позиция называется за мостом Кто там был, кто те знали 21 ноября Меня отпускают домой на несколько дней Поехав домой, я пробыл до 19 ноября меня отпустили До 22 я пробыл дома Потом выехал 21 ноября этого? Прошлого, прошлого года 14 После возвращаясь обратно на боевую позицию Я приехал в Старобирск Через город Харьков Я ехал, своим входом добирался Я спешил сменить еще одного человека У нас была договоренность Приезжает один, уезжает следующий Я спешил и не дождался Сутки надо было подождать, чтобы ехать с волонтерами, как обычно Но решил своим входом доехать Приехал в Старобирск Я позвонил командиру Сказал, что я приехал Командир сказал, что за мной приехать никто не может Потому что все машины на задании Все машины заняты И я попросил скинуть мне на всякий случай Пароль для проезда по блокпостах Ну, мне пришло сообщение с паролем Потом Решил взять такси Подъехать на свою базу В Половинкино Ну, туда дистанция километров 10-11 Взял такси Подошел к водителю Поинтересовался Работает он, не работает На что получил ответ Что да, работает Поинтересовался, сможет ли он проехать блокпост Ну, выпускают, его не выпускают В ночное время все-таки Было часа около Где-то без 15-10 Где-то так Он сказал, да, пропускают Все нормально Ну, я ему сказал, чтобы Завез меня в Половинкино на высоту Это одна из баз батальона Айдар Не доезжая до блокпоста У нас разговор был такой, что Кто я, откуда, куда еду Ну, и я сообщал, что да, я с Винницкой области Да, я еду с отпуска Да, я служу в батальоне Айдар Чем, собственно, и горжусь Что я был там Все, на этом особо разговора не было Потом, когда мы проехали блокпост Я документы не показывал Я показал пароль И без всяких задержек меня пропустили Потому что пароль Это довольно-таки сложная система Которую можно получить Проехал блокпост Оставалось до базы Примерно километра четыре Где-то так Он начал провокационные вопросы Того плана, что Почему вы сюда приехали Почему вы привели войну в наш дом Это все вы виноваты Лучше было бы, если вы уехали отсюда Сами разберемся На такие провокации с человеком Доволее мне незнакомым И Не желающим меня с ним общаться Я ему просто ответил Чтоб он ко мне не обращался на данные тематики Они мне не интересны И с ним философствовать И рассказывать какие-то детали Я не собирался На что я видел его реакцию моральную И то, что он очень сильно занервничал Ему не понравился мой ответ Он ждал провокации с моей стороны Что я поведусь на его провокацию И начну какие-то меры принимать Я в то время даже не задумывался А стоит ли обратить внимание на этого человека У меня было все Внимание зациклено на задании Потому что я ехал на задании И когда Мы продолжали ехать Он увидел, что данным вопросом Он не зацепит Он начал А может ты перестанешь своих сограждан убивать Ну я посмотрел на него Опять же ничего не сказал Он говорит Можно к нам типа перейти И я даже в эти моменты Не стал задумываться Кто этот человек Для меня он был обычным человеком Который меня отвозит с точки А В точку Б Я не собирался с ним там Знакомиться и тому подобное Не доезжая до базы Высоту Это между базами мясокомбинат и высота Была бы карта Можно было показать Где это происходило Он разворачивает машину До переезда Там есть еще Через железную дорогу переезд Он разворачивает машину Говорит Я туда не поеду Я говорю А почему Я боюсь В ночное время Меня могут расстрелять Ну я говорю Ладно не поедете Так не надо Сколько с меня Он сказал 60 гривен Я достал Две купюры 50 и 10 Рассчитался Он все Да все Вижу он Злой Очень сильно Взял свои вещи То есть вещмешок И пошел Что с ним дальше было Куда он делся Я без понятия Что там с ним происходило Дойдя до переезда То есть метров 15-20 Я прошел Я посмотрел на время Было 10 часов Может начало 11 ночи Я подумал Что еще есть Какой-то маленький шанс Поймать попутку Потому что Идти до базы И до остановки Которая находится На шоссе Старобергс Счастья Одинаковая дистанция То есть на базу Я всегда успею А на остановку Пока время позволяет Поймать попутку Придя на остановку Я простоял Примерно 2-3 часа Потом я позвонил Одному человеку Сослуживцу Так скажем С батальона Айдак Старобергс И говорю Я вспомнил Что он мне говорил Если ты не успеешь выехать Позвони И я тебя на квартиру заберу Я просто Как обычный человек Подумал Где лучше ночевать В палатке холодной Или в теплой квартире Я решил ему позвонить Он приехал На остановку Это все происходило Там В радиусе Километра от 2 От места Где меня высадил водитель Такси Приехал Забрал Мы заехали на заправку Купили Ребятам С Айдара На блокпост Кофе Приехал на блокпост Он с водителем Вышел из машины Начал раздавать кофе Я остался в машине Потому что я очень сильно замерз Тогда Было очень холодно И замерз Потом он говорит Нам надо вернуться Обратно Подожди На блокпосту Что за буржуйки А мы приедем Тебя потом заберем Я не обращаю Никакого внимания Надо так Надо Я остался На блокпосту Они уехали Приехали Доблестные милиционеры В форме Два человека И два человека В гражданке Зашли на остановку Где была буржуйка На меня посветили фонариком Я рукой прикрылся Попросил не светить Потом подошел человек В гражданке И говорит Что Кажется он На что мне обратно Посветили глаза Я поднял Левую руку Мне ее заломали И начали обыск проводить Патроны, гранаты, оружие Я говорю Я еду с отпуска Патронов, гранат нет Оружия тем более Я говорю В чем собственно проблема Мне сказали Что Сейчас сам все расскажешь Одели наручники Посадили в машину Привезли в Старобельский райотдел Я опять же спрашиваю Что случилось За что меня задержали Мне сказали Ты все сам расскажешь И тебе не надо ничего объяснять Я говорю У меня есть право на звонок Дайте мне сообщить командиру Где я нахожусь Я Служу в батальоне Айдар И командир знает Что я в пути И мне надо звонить Мне сказали Ты очень много фильмов пересмотрелся За что Не за что Подныл Впоследствии закрыли В камеру Дожидаясь утра Чтобы пришли Следователи Оперы Я не знаю кто там И начался Раскрут дело Когда утром Пришли Они мне Начали вешать Дело Потому что Я якобы Хотел удушить водителя И забрать у него машину Но Почему-то Я его не смог Задушить По словам водителя Я ему три раза На шею закидал удавку На третий раз Ему стало скучно Что я его дышу И решил убежать Ну это есть показания В суде Которые он давал Можно в принципе Взять видео И посмотреть Что дальше Как развивались Дальше В течении двух суток То есть Двадцать пятого Примерно в час Два ночи Меня арестовали Так скажем Задержали Они арестовали А в Двадцать шестого Мне уже было Дана на руки Подозрение В чем меня обвиняют Со всеми Истекающими После чего Меня повезли В Старобельский Суд Куда именно Я не знаю Я ехал в машине В город Я особо сильно Не знаю Там Приехал в суд Мне Паяли Два месяца Ареста На то время У суда Не знаю Насколько у суда Но у следователей Были То что я ранее Не судим То что У меня Есть характеристики С места Жительства Ну ладно Бумажка была Что я якобы В Айдаре не был Это Неприятные люди Ее выписали После чего Было Привожение Судей И подтвердилось То что Дали бумаги Все которые Надо Что подтверждающие Что я был В Айдаре Характеристика С места Службы Еще срочная То есть Были все Обстоятельства Для того чтобы Все подставы Для того чтобы Мне Сделать мягшую Более меру Пресечения Нежели Держание под стражу Потому что Держание под стражу Это Самая исключительная И жесткая мера Которая может быть Применена К человеку Ее применяют В очень редких случаях То есть Таким макаром Дальше Меня просто Отвезли Обратно в камеру Еще полчаса Я побыл И По непонятным Причинам Меня перевезли В северо-донецк Где я прождал Пять суток И так как У меня не было Ни нормального адвоката Ни Кто мне Не подсказал Что можно Написать апелляцию На Данные Ухвалу Я ничего не написал 1 декабря Я приехал В город Герой Харьков СИЗО Номер 27 И оттуда Уже начались Суды По виде конференции От которых Я отказывался Потому что Я Ни в чем Не виноват И Судить меня По виде конференции Я был категорически Против И сейчас Против Поэтому Дело передавалось Полгода Менялась подсудность То есть Пытались перевезти В какой-то Ближайший Город Где Можно было бы Меня судить И доставлять Этапом В августе Месяце Дело передали В Купинский Суд И там уже Начали подниматься Активисты Которые узнали В особенности Бианка Зелевская Которая Очень сильно Мне помогла Благодаря ей Я сейчас Сижу с вами Общаюсь Потому что Она только Узнала И начала Поднимать Общественность Что я Нахожусь там Спасибо Виктор Юрий Какое ваше Участие В этой истории Добрый день Ну Мое участие Наверное Все уже знают Я уже Наверное Около года Занимаюсь Всевозможными Судебными Заседаниями По поводу Так или иначе Людей Которые так или иначе Связаны с армией Связаны с фронтом Связаны с войной То есть Я Недавно Совершенно Узнал Об этом Вопиющем Случае И Ну Начал наводить Справки Связался с адвокатами Чтобы понять Что за человек Насколько ему Нужна помощь И Потому что Я понимаю Уже как бы Из опыта Предыдущих Как бы дел наших Вы помните Да Мы несколько человек Уже вытащили Из тюрьмы То есть Очень Скажем так Ну я не знаю Назвать хамское Не знаю Такое Насколько Бездушное Отношение Ну как и вообще К Людям Которые находятся В тюрьме А к воинам А то Ну как бы Особенное То есть Мы узнали Я связался Я поговорил С адвокатом Узнал Очень много Интересного Например Что по этому Делу То есть Дело как бы Состряпано Только со слов Потерпевшего В кавычках То есть Ни свидетелей Ни каких-то Вещественных доказательств За год Они не нашли То есть Меня очень сильно Еще возмутило Что человек Там следственные действия Грубо говоря Несколько дней Велись И человек Просто так Вот сидел Посажен в тюрьму Год Целый год Воин Не просто человек Воин Защитник Который Может защищать Я извиняюсь Я повторяюсь Каждый раз Но вот Все время Все тоже Я говорю Что человек Который защищает И защищал Нас с вами Всех Его просто Закрывают И держат То есть Я понимаю Да может быть Он что-то там И сделал Ну так Расследовать же Можно это все Буквально там За месяц За два А все Тянется Больше года Естественно Дальше Когда мы поехали В Гупинский суд Я связался С местными активистами Они нас очень сильно Поддержали Харьковчане Приехали То есть На самом деле Это уже Ну не знаю То ли как бы Опыт То ли Действительно Ситуация может Все-таки Начинает меняться То есть Обычно Когда мы начинаем Заходить на суд И пытаться Как бы разбираться Только через два Три заседания Уже начинает Как-то Смотреть в нашу сторону Ну тут Слава Богу Сразу же На первом заседании Хотя прокурор Опять же Вот опять рассказываю Что прокурор Просто берет И Вот Почему В мере пресечения Никаких Скажем так Каких-то Претензий Он не предъявляет Он просто Должен сидеть Не объясняет Почему Есть характеристики Есть справки Там уже и адвокаты Все И справку Что его поселят В квартиру Справки То что Ему дадут работу То есть И все А прокурор Вот так вот Вот Ну ничего не видя Просто вот Находясь на рельсах Едет Он не обращает Внимание ни на что То есть Вот Меня возмущает Постоянно Ну скажем так Хорошо Что все-таки Его суд Принял во внимание Все и свидетельства Бианки Залевской И как бы Все характеристики Справки Плюс Как бы Ну то что Полный зал был Людей Все-таки Суд принял решение О изменении Меры пресечения Но Дальше Вот опять же Ситуация Насколько я понимаю Если меняется То вот Ну насколько Чуть-чуть Насколько Незначительно То есть Человека Человека Именно человека То есть Не Грабителя Не бандита Просто Спокойно Закрывают И Ничего Дальше не делают То есть Могут спокойно То есть По другим Вот опять же Потому что Приходят часто Сталкиваться С нашей судебной системой И опять же Да вот Ну человек Этот самый Судья В отпуск уехал А человек Остается сидеть В тюрьме То есть Вот при таком Отношении К нашим Защитникам К нашим Да вообще К гражданам То есть Я не понимаю Как они собираются Аттестации Проходить То есть Мы уже все видели Да Это самый Ментовский Майдан В Киеве Вот я ожидаю Что наверное Скоро будет Такой судебский Спасибо Коллеги Пожалуйста Вопросы Да Пожалуйста Кто назначил вам адвоката Когда могут Вы говорили о том Что когда вас закрыли У вас там ничего не было Вы не знали Как действовать дальше Потом вас привезли В Хайков Вам назначили адвоката Или вы сами выбирали Как этот процесс Дальше у меня вопрос Какая мера пресечения На сегодня вам назначена И если можете Назвать вам Милию прокурором Какую ситуацию Где вам спасибо Значит По поводу адвоката Там получилась Такая история Что Моя мать Зная Что я выехал Из дому На войну Она Все знает Я от нее не скрывал И вдруг У меня обрывается связь Я пропадаю на два месяца Мать не знала Никто не знал Где я и что То есть Меня два месяца Можно сказать Прятали здесь В СИЗО В Старобирске В Северодонецке И в СИЗО здесь Выйдя на видеоконференцию Которая Происходила Для того Чтобы продлить Меру пресечения Я Воспользовался Возможностью Написал матери Вконтакте Что Я нахожусь В СИЗО Пускай Не нервничает Не ищет И тогда И попросил Связаться С Некоторыми людьми То есть Это Непосредственно Мой командир Мой напарник Который тоже Командир Группы разведки Самой именно Разведки И попросил Связаться С Бьянкой Первых два человека Я не знаю Может они Как-то И пытались Что-то сделать Но я вижу Результат Только Бьянки То есть Это Вот этот Человек Который Пришел Ко мне На суд Те люди Которые Пришли На суд Она связалась Непосредственно С командиром Мельничуком Депутатом Верховной Рады Который И Помог Мне С адвокатами И Со всем остальным То есть Возобновить Мое Честное Имя Что я Действительно Был в батальоне Потому что Я с Мельничуком Непосредственно Находился На передовой В Георьевке Под металлистом То есть Он меня Лично знает Я его И Может И это И сыграло Что он Мне помог Потому что Он знает Меня И Насколько Я знаю Он многим Кому Помогает Виктор Был вопрос Еще по поводу Как зовут Прокурора Прокурора Фамилия Сировыцкий Сировыцкий И Какое Мера пресечения Сейчас у вас Мера пресечения Домашний арест Спасибо Еще Вопросы Пожалуйста Скажите Да Вопрос Я Семен Пресечения Убийских Виктор Я Насколько я поняла У меня От 7 до 15 лет Закон Техни Которые У меня Незаконное Законное Законное Транспортное Техни Техни Тяжких Техни Правильно От 7 до 12 От 7 до 12 Это Слышно Большой Срок Слушайте Как Рекомандование Вас Поддерживает В суде Есть Как От них Поддержка Вы Боец Батриота Умел Что Покушать Что Заварить Какого-то Чая Или Закурить Какую-то Сигарету То есть Все От остальных Я Ничего Не видел Может Они Пытались И препятствовали Я не знаю Закур Таксиста Он Появляется В зале Заседания В Немец Старкут Суде Он Приходит Свидетельствует Или Больше Нет Как Закур 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 Боится Приходить Я Не знаю Почему Он Не Объясняет А Он Согласно КПК Нашей Страны Он Судится Со мной Через Видеоконференцию То есть Он Находится В Старобирском Суде Где Дает Свои Показания И еще Одно Уточнение Скажите Материалы Дела Есть Какие Телесные Повреждения Какую Тяжесть Нанесли Снимали Побои Да Если Была Удавка Какие Свиды Это Все Есть Что Это Проводили Значит Есть Экспертиза На Непонятных Основаниях То есть Нет Направления На Экспертизу Кто Его Давал Кто Вообще Дал Указания Делать Экспертизу И В Экспертизе Сказано Что Данному Человеку Было Нанесено Тупым Тупим Ну То есть Один Или Несколько Тупые Предметов В Области Шеи Но Они Квалифицируются На момент Нанесения Как Легкие Телесные У нас Еще Вопросы А Вообще Какие Перспективы Подобные Где У Не первый раз Сталкиваетесь С похожими Делать Ну Перспективы Слава Богу Скажем так Рай нужны Ну В смысле Нормальные Потому что Насколько Опять же Из опыта Дела Стряпаются Ну Очень криво То есть Даты Все путается Люди Просто Я понимаю Что Если Всем этим Следователям Даже Платить Деньги За это Они Все равно Толком Все Не Сделают Поэтому Два Условия Хороший Адвокат И Скажем так Чтобы Судьи На это Обращали Внимание То есть Если Заставить Ну Честно Говорю Заставить Судьи Обращать Внимание На эти Все Документы На эти Все Недоработки И судить По Совести А не Так Как Они Обычно Это Делают Подписанный Испечь Долой То есть Ну Естественно Ничего Кроме Оправдательного Приговора Мы Не Ожидаем Ну Хорошо А если От впечатлений От дела Виктора Человек В другом Суде Старобельске И Как Со стороны Это Вообще Выглядит Ну Со стороны Опять же Это Выглядит Выглядит Как Заказуха То есть Ну Опять же По нашим Сведениям Судя По всему У этого Потерпевшего В кавычках Родственник Там Служит В милиции Естественно Все это Делалось Ну Опять же Ну Как это Может Делаться Если Два дня Всего Два-три дня Следствие Велось И все После этого Ничего Нету Ни свидетелей Ну Слово Слово На Слово Вот Понимаете Да Как В том Грузинском Подсудимый Вы признаете НЕТ Ну На НЕТ И Суда НЕТ Вот Где-то Так Да Пожалуйста Вопрос Юрий Скажите Пожалуйста У вас есть Украина Какой Идеи Подвергаются Таким Судам Ой Что вам Сказать Я думаю Что Вот Именно Людей Или Военнослужащих Ну Военнослужащих Я не знаю Вот Чисто Цифры Собираюсь Уже Пора Скажем Так Собираюсь Дело В том Что Я Как Бо Еще Состою В Громадском Объединении Солидарность Вот Ну Не Вот Этой А Та Которая Занимается Именно На помощь Политзаключенных Но Сейчас Вот Информация Та Что Сейчас Вот Только За эти Два Года После Революции У нас Политзаключенных То есть Мы считаем Виктора Политзаключенным То есть У нас Таких Вот Случаев Больше Чем За все Годы Незалежности Украины Ну Вот Скорее Все Мы Уже Занялись Этим Вопросом Я думаю Мы Скоро Просто Там Ну Вот У разных Групп Много Так Вообще Я понимаю Это Вот Типичная Ситуация Вообще В Украине Вот С судебной Властью Со следствием С прокуратурой Это типичная Ситуация В Украине Которую Как бы Надо Срочно Менять Потому что Ну Люди Вот Реально Кстати Вот Этот суд Что нам Еще Я думаю Еще Повлияло На То Что Изменили Меру Пресечения Что За день До этого В Кировограде Вы помните Да Заблокировали Суд И Суд Принял Решение О Изменении Меры Пресечения То есть Вы видите Куда Это все Идет Куда Они Нас Толкают То есть Это Вот Они Никак Не могут Понять Что Все По Другому Не Будет Начинайте Работать Начинайте Работать По Совести И Все Мы Ничего Не Просим Выносить Какие Неправильные Решения Наоборот Мы Требуем Правильное Решение Еще Вопросы Есть Вы Говорите О том Что Оцениваете Виктора Полин Заключенного Кому Это По Вашему Выгодно Такое Дело И Похоже Главное Ну Вы Понимаете То есть Скажем Так Я Не Думаю Что Допустим Прошла Какая Директива Вот Давайте Гнобить Военнослужащих По Любому Скажем По Любому Как Какому Случаю Сразу Надо Раскручивать Я Понимаю Что Эта Эта Система Она Как бы На автомате Борется С инакомыслием Борется Они Понимают Что Эти Люди Которые Не важно На фронте Они В отпуске Или Или Просто Вернуться Они Понимают Что Не будут Бороться С этой Системой И Ну Вот Вся Судебная Система Я Думаю Может Быть Да И Был Какой Там Заказ Не Был Загнать Народ Кого На диваны Кого За решетки Чтобы Никто Не Протестовал Не Отставил Свою Свободу Своё Мнение И своё Желание Жить По-человечески Как Все Виктор Вы Как Понимаете Зачем Нужно Это Дело Нужно Потому Что Есть Негласная Такая Задача Правоохранительным органам Она Как Раз Началась Примерно С 24 Ну 20-х Числах Ноября 2014 Года Чтобы Доброводческие Батальоны Переходили Это Было Гласно Доброводческие Батальоны Переходили Либо По ВСУ Вооруженные Силы Украины Либо Под МВС МВД И Была Негласная Бойцов Батальона Айдар Это Непосредственно На Айдар Воспространялось Их задерживать По всем Любым поводам А здесь Чем не повод Едет один Боец Ночью И Чем Сама суть Один Он без волонтеров Его Можно взять И применить К нему Все что угодно Да Я не отрицаю Может Этого водителя Кто-то и душил Может Но Как я мог Находиться В машине Душить его Если даже Нету Отпечатков Моих пальцев В машине То есть Проверяли На отпечатки Пальцева Их нет То есть Как я мог И второе Я на секундочку Боевой Разведчик То есть Меня учили Убивать Уничтожать Делать больно А здесь Человек Я Сидя Сзади В машине Не смог Задушить Ну Это смешно Когда у нас Получается Разведка Плохо Работает Извините Я добавлю Вот Вы видите Витя В принципе Достаточно Крупный Но вы Просто Не видели Его фотографии До ареста То есть Там он И шире И крупнее То есть Этому Человеку Он достаточно Сильный И крепкий И я понимаю Что если Было Желание Или задание Но я не думаю Что В суд Приходил бы Ну как бы Потерпевший А чья директива Это Наши Спецслужбы СБУ Потому что Айдар с ними Не раз Так скажем Грубо Ругались Это было И это было Неоднократно И Плюс Нашему правительству Не выводен Такой батальон Который Может за себя Постоять И не только За себя А за всю страну Вот я думаю Это только И СБУ И правительство Спасибо Коллеги Есть еще вопросы Спасибо большое Что пришли К нам сегодня Определились Свои истории У нас были Виктор Мельник Доброволец Батальона Айдара И Юрий Лехота Общественный Активист Спасибо 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 Спасибо